Анюта, привет! Так, сейчас ждем, пока все собираемся. Я тут заканчиваю последнее приготовление. Так, потому что они отвечают, меня хорошо слышно, да? Я выбираю кисточки. Как обычно, беру одну пошире, другую потоньше. И сегодня понадобится еще прям совсем тоненькая кисточка. Самая тонкая, которая у вас есть, она подойдет. Так, Аня, как тебе меня не слышно, если ты отвечаешь? Или тебе вообще совсем не слышно? Еще раз проверка связи. Слышно ли меня? Прием! Меня слышно? Напишите кто-нибудь. Отлично! Так, ну еще минутку ждем, пока можно смочить краски, капнуть водички во все краски, разбудить их. Капаем водичку в краски и будем начинать, пока все, кто опаздывает, соберутся. И скажите мне еще, не мешает ли музыка? Не слишком ли громко она у меня играет? Угу, хорошо. Так, ну мы в основном будем всякие красные и фиолетовые оттенки, желтые. И нам понадобится какой-нибудь темно-коричневый либо черный для самых контрастных мест. Также еще сегодня нам понадобится черная ручка либо черный карандаш. Если вдруг нет ни карандаша, ни ручки, то можно использовать будет просто тоненькую кисточку и черный цвет. Ну что, будем потихоньку начинать. Нарисуем мы сегодня вот такие вот сочные вишенки. Работа выглядит довольно такой яркой, эффектной, но на самом деле она совсем не сложная. Это отличные такие упражнения, чтобы себе поднять настроение, разрисоваться и потом можно каким-то с этим настроением к большим работам переходить. Здесь мы будем использовать в основном технику по сырому. Видно, что у нас ягодки все одна в другую перетекают, у них каких-то четких границ нет. И кое-где будем оставлять вот такие вот места с сухой бумаги, которые будут работать как блики. Ну давайте возьмем карандашик, возьмем листик и начнем. Для начала разметим, где у нас будет эта кружечка или этот стаканчик, что это, какого примерно размера. Она такая здесь скошенная. Здесь у нас закругляется, потому что там овал в основании. Нет, они лучше акварель, гуашь. Но если вот вообще никак с акварелью не получается, то гуашь можно разводить жидко тоже, чтобы она перетекала. Но вообще идея именно в акварельной технике у нас сегодня. Так, и здесь такая вот ручка угловатая. Ксюша, привет, ура! Ксюша, ты еще ничего не пропустила, мы только смочили краски и начинаем намечать кружку. Так что, кто только подключился, догоняйте. Вы еще ничего не пропустили серьезного. Намечаем карандашом кружечку. Там, понятное дело, она у нас продолжается. У кого-то она может быть более вытянутая, у кого-то более сплюснутая. Здесь нет каких-то строгих ограничений. Так, Ксюша, я думаю, что нас легко догонишь. Я потихоньку рассказываю вперед, ты нас догоняешь. Так, вот вишенки. Когда будем их намечать, нужно помнить о том, что у нас какие-то видно более-менее хорошо. Те, которые вот здесь сверху. А те, которые внизу, там уже не очень понятно. И мы начнем рисовать именно с тех, которые сверху, чтобы красивый был силуэт у этой горки вишенок. Вот тут давайте мы нарисуем самую верхнюю, чуть пониже ее сестричка или подружка, и они соединены вместе. Так, потом сделаем такой пауза, ямка у нас, и там выглядывает следующая. Но ее перекрыла та, которая побольше. То есть я стараюсь выстроить интересный вот тут какой-то силуэт. Даже мне сейчас захотелось вот эту вот поднять повыше. Именно чтобы у меня красивый вот этот вот был силуэт. У этой куда-нибудь завернем. А тут маленький. Ну вот теперь, когда меня устраивает силуэт вот этих вишенок, я могу опускаться ниже. Опять рисую какие-нибудь, которые видно хорошо. Вот целые кругляшочки. А за ними там выглядывают такие, сколько влезло. И в разные стороны у них торчат черенки. Так как я эту подняла, можно даже приподнять тоже черенки. Здесь не принципиально, как вы их расположите, чтобы это со мной совпадало. Смотрите, чтобы у вас был вот здесь именно разнообразный силуэт. Вот, чтобы не было такого, что они как солдатики встали на одну линию интересной какой-то формы, чтобы было пятно. Вот, выстроили интересную форму. Какие-то целиком, какие-то у нас пусть вот выглядывают, перекрывают. Так, ну и там тоже такая пусть вот кусочек выглядывает. И также мне нужно уложить интересные ягодки, которые лежат на переднем плане тоже, чтобы были интересные ритмы. Ну, для начала я хочу сделать грубку вот тут, на уголке, которая будет перекрывать. Да, Ань, мы в ряд не рисуем. Они же у нас не разложены, как будто бы мы такие перечисляем. Раз, два, три, четыре. Мы как будто бы их туда кинули случайно. Они как-то там рассыпались, поэтому мы их в случайном порядке и нарисовали. Чтобы не было такого, что первый ряд, второй ряд, третий. Мы, наоборот, от этой упорядоченности стараемся убежать. Так, нарисую вот здесь на уголочке одну. И дальше от стаканчика немножко отступлю, чтобы был просвет, была пауза. И здесь еще одна из-за этой выглядывает. Вот они две. Они две друг к другу прижались. А дальше здесь сбоку такая, которая сама по себе, более независимая какая-то. И опять можно какие-то две, например, вот эти объединить одним черенком. А это, допустим, сама по себе. Такая раз. Здесь у нас одно расстояние, здесь расстояния нет вообще. И здесь сделаем какую-нибудь на маленьком расстоянии. Но чтобы у нас, смотрите, вот эти вдалеке, опять же, не на одном уровне. Это еще ближе, а которую здесь сделаем, чтобы она была средняя по удаленности. То есть ближе, чем вот эта, но дальше от нас, чем вот эти вот. Чтобы тоже не было повторов. Так, и расстояние стараюсь сделать такое, чтобы не повторить вот это вот. Либо больше, либо меньше. Даже не знаю, наверное, все-таки сделаю побольше. Можно прям замерить, проверить. Это если бы было так же, а я хочу сделать подальше. Ну вот. Смотри тоже, чтобы сюда не попадало в край. Либо не доходит, либо закрывает. Смотрите, как вам интереснее сделать. Я перекрою немножко. Вот так. Ну и здесь сбоку нарисую какую-нибудь вообще, которая от них совсем далеко укатилась. Где-нибудь вот здесь. И стараюсь тоже, чтобы ее точка касания с плоскостью, она была ни на одном уровне, ни с какой из ягодок. Это ближе ко мне, к зрителю в данном случае. И вот мы создали интересные ритмы. Такую случайность, как в природе. Так, тут у меня еще будет какое-то утолщение на кружке. Можно здесь что-то поискать. Кто хочет, можно каких-то добавить деталей на кружку. Но сильно тоже этим не увлекаемся. Тут какую-то толщину. На этом карандашный рисунок готов. Можно себе сделать подсказку, куда пойдут тени легонько, что они у нас пойдут длинные такие, туда вбок. Так, все, подсказки себе сделали. Давайте возьмем черную ручку, либо черный карандаш, можно черный фломастер, вот что угодно, что у вас черное есть. Если ничего из того, что я перечислила, нет, то можно взять очень-очень тоненькую кисточку и черную краску, даже так. Куда-то у меня убежал маркер, дает всем возможность догнать, кто оставал. Нашелся беглец. У меня в данном случае капиллярная ручка. Обычно мы с вами рисовали сначала красками сверху ручкой, добавляли контур. Но вот сегодня попробуем в обратном порядке. Если у вас тоже ручка капиллярная, как у меня, то она будет от воды растекаться. Это будет очень интересный эффект, добавлять объем. Можно еще сделать резинкой немножко смахнуть рисунок. Синий, наверное, может быть, если есть коричневый лучше. Хотя синий, ну, кстати, может интересно получиться. Ксюш, попробуй. Мне кажется, что прям плохо-то вряд ли будет. Так, и начинаем обводить наши ягодки. Снова начинаю с тех, которые лучше всего видны. Самые понятные. Вот с них и начинаю рисунок. Сильно мы ровными не стараемся их делать. Черным карандашом, да, можно. Немножко я специально где-то делаю ягодки даже мятыми. Где-то можно чуть потолще делать линию. Мы знаем, да, что в природе вишенки, они, конечно, не идеально круглой формы. Проявляем черным контуром весь рисунок на чистовик. Где-то даже вот хочется сделать утолщение здесь по черенкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тени ты имеешь в виду карандашом? Нет, пока только контуру. Тени у нас уже за счет краски будут появляться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мы обводим весь рисунок, все вишенки, кружку, все обводим контуром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аня уже все обвела, ничего себе ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тогда нитка чуть-чуть подожди нас, сейчас мы тебя догоним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как обычно вы меня просите помедленнее, а тут наоборот, я отстаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А не можешь сделать, посмотреть на свою работу и сделать, чтобы у тебя где-то была линия толще, где-то тоньше. Вот как я, например, здесь сделала поярче, потолще здесь, потолще. Можешь у вишенок, например, вверх оставить светлый, ну, точнее, тонкий, а низ сделать вот так утолщение. То есть добавить разнообразие в свою линию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вот, у меня работа с контуром тоже готова. Я думаю, что где-то еще я добавлю, чуть-чуть пожирнее сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и вот у этой вишенки еще хочется сделать черенок. То есть вот такой будет. И когда ручкой все готово, можно окончательно избавиться от карандашных линий. Ну, у кого обводка была темным карандашом, у вас, получается, нужно обходить новые линии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, готовимся работать красками. Нам понадобится сегодня замешиваем на палитре в лунках оттенки. Я палитру вот сюда ставлю, чтобы вам было видно, какие я цвета беру. Нам понадобится оранжевый. Мы делаем лужицу оранжевую. Также нам понадобится алый. Можно взять красный и к нему оранжевого добавить, чтобы алый получить. Если готового нет. Нам понадобится какой-нибудь темный красный, такой бордовый, вишневый цвет. Тоже навожу прям лужицу сразу, довольно густую, чтобы мне потом на это не отвлекаться. Можно смешивать несколько красных. Главное, получить такой вот насыщенный оттенок бордово-вишневый. Если вы, допустим, с одним и тем же красным работаете, то можно было в красный добавить оранжевый, получить алый. И в этот же красный добавить фиолетовый и получить бордовый. Когда набор небольшой красок, то мы можем сами эти цвета намешивать. Так, ну вот, у меня получился здесь насыщенный, очень красный. Еще один цвет, который нам понадобится, голубой. Голубой намешиваем с светлым. Наоборот, мало пигмента и довольно много водички. Такой жиденький. И зеленый. Зеленый я возьму травяную зеленую. Так, красный у меня на кисточке остался. Помою еще разочек. Травяной зеленый. Ну, в принципе, можно было любой зеленый, на самом деле, использовать. Кто-то, может быть, больше хотел бы изумрудный использовать. Главное, какой-то один вид. Это наша палитра для работы. Давайте я все-таки хочу еще один вид зеленого сделать. Возьму лимонку. Лимонный и к ней капельку темно-зеленого. Аня, нам нужно два зеленых получить. Один вот такой вот светлый с желтеньким. А второй темный. Какой именно цвет? Не принципиально. Главное, чтобы два разных были. Один пожелтее, другой потемнее. И когда палитра готова, переходим к работе на листе. Так, давайте, у кого палитра готова, жду плюсики, чтобы можно было вместе начинать работать. Так, все, что успеваешь. Аня увидела. Да, лимонный в зеленый добавила. Так, потихоньку начинаем с голубого. Расставим голубые блики на вишенках. Видите, он какой светлый, такой почти белый. Аня уже словами пишет плюс. Так, теперь берем оранжевый. И вокруг голубого делаем оранжевый. Где-то голубой может исчезнуть, это тоже не принципиально. Ну, давайте одновременно с четырьмя ягодками будем работать. Не будем уж сразу все, чтобы точно все успевали. У нас получилось, где-то сохранилось вот это пятно голубое, где-то оранжевый его съел. Ну, пускай. Дальше я беру алый и вокруг этого оранжевого пятна добавляю алый. Старайтесь краску набирать погуще, поярче. И где-то мы оставляем белые места. Потом беру тоненькую кисточку, макаю ее в бордовый и остаток закрашиваю бордовым. И можно оставлять тоненькие белые полосочки кое-где на границе ягодок. Да, они растекаются. Здесь такая у нас картина. Все растекается. Продолжаю. На одной кисточке у меня алый, на другой бордовый. Видишь, тоже у меня все растекается. У меня еще и ручка начинает растекаться. Вот здесь черная потекла. Убедитесь, что у вас достаточно яркая краска, чтобы она не была сильно водянистая. И где-то оставляем белые незакрашенные участки. Как будто это делал такой немножко ленивый художник. Здесь, например, голубой обличок. Вот уже высох, я его оставляю. Так мы не используем белый цвет. Этот цвет бумаги остается. Если у тебя вообще не остались эти промежутки, все вишенки утекли, ну, тоже ничего страшного. И вот так продолжаю двумя цветами. Алый, бордовый. И в итоге, когда я уже закрашиваю вот те ягодки, которые там между этими основными, уже действительно это все превращается в какую-то кучу малу, которую мы сейчас будем черным превращать в отдельные ягодки. макаю кисточку в черный. Прямо натурально черный. Либо можно в сепию, какую-нибудь, в общем, очень темную краску. И вот так вот обвожу черным поверх сырой краски, обвожу ягодку. и весь наш рисунок, который там внизу был, проявляем вот так левую часть преимущественно обвожу. Ань, ты подсматривай, я сейчас остановиться прям не могу, потому что у меня тогда высохнет краска и эффект этот уже исчезнет. То есть мы что делаем? Мы просто темной краской, черной либо темно-коричневой, вот в это сырое пятно тоненькой ясочкой залезаем и обводим ягодки. Таким образом они у нас друг от друга отделяются. вот теперь жду. Вот тут хочу еще немножко посветлее блик сделать. Можно смыть все с кисточки. растекается, да, такая работа. Здесь и у меня это все растекается. если совсем вот каша мала получилась, то давай тогда дадим уже высохнуть и по-сухому еще раз обведем ягодки. Так, теперь мы будем переходить к ягодкам, которые внизу. та же методика. Берем алый. Вокруг блика делаем алый, берем бордовый и вокруг бордовый. прорабатываем все ягодки, которые лежат на столе внизу. Вот. ... ... ... ... ... ... ... ... сначала у нас тут оранжевый вокруг него алый и в конце у нас портовый они все сделала может посмотреть может быть тебя здесь уже подсохла и ты можешь обводить верхние ягодки и опять я возьму черный или сепию общем который у нас самый темный цвет и по левой части ягодок начинаю затемнять так все с ягодками принципе все теперь будем двигаться к кружке берем опять чистую кисточку голубой и вот такими вертикальными движениями заполняем всю правую часть кружки смотреть как интересная ручка себя ведет черная капилляр на если попадает видите начинается с ягодками взаимодействовать красный начинает течь я даже и не против ждем ксюша ручку да они все закрашиваем голубым мне прям так нравится как капиллярная ручка дает затемнение по краям стараюсь подходя к вишенкам где-то оставлять полосочки белая где-то вот если попало и начинает у меня красный растекаться то он как раз дает рефлексы то есть мы этого не пугаемся у конкретно этой работы в этом даже какое-то ее очарование теперь если вот у меня допустим красных рефлексов полно если у вас их не хватает то можно прям взять и вот здесь их где вишенки рядом с вишенками их добавить дальше возьмем зеленый и добавим с краю вот здесь зеленый вот тут в темноте зеленый в общем голубой у нас где-то остается в виде бликов и он же нам дает возможность сейчас по сырому новые цвета вводить я затемняю зеленым края здесь затемню темно-зеленый это же можно сейчас у меня тут и тут одинаково мне хочется чтобы здесь был блик поэтому я вот тут салфеткой такой раз и блик добавила а тут хочу немножко подтяните чтобы разница была и у нас помните да как свет и тень на цилиндре распределяется что у нас в этой зоне цвета блик дальше пошли цвета темнее дальше пошли полутона и тут у нас уже тень поэтому у нас в края темнее и здесь у нас блик располагается также у нас и на черешенках тоже справа посветлее слева у нас потемнее теперь мы немножко по хулиганим с брызгами возьмем остатки с палитры там оранжевые всякие красные можно капать прям поверх работы если вы не хотите чтобы у вас мрызги попадали на на сам рисунок то можно салфеточкой вот так прикрыть либо можно рукой закрывать и брызгаем вокруг постукиваем по кисточке если есть желание чтобы брызги растекались то можно в этом месте чистой водичкой смочить например тут да и сейчас у меня когда брызги будет попадать на влажную бумагу вот они становятся такими пушистыми растекающимися мне нравится сочетать такие эффекты с четкими брызгами поэтому я иногда когда уже везде побрызгала я могу где-то взять и влажной кисточкой флейцем какие-то брызги вот так раз и поразмазывать и вот желто зеленый нам как раз понадобится здесь для брызг и им же будем делать черенки у вишенок если где-то перетемнили с брызгами тоже можно еще один прием это по ним постучать салфеточкой ну и конечно красные брызги тоже нам понадобится думаю что достаточно мне брызг так теперь давайте поработаем с тенями у вишенок возьмем голубой остатки с палитры светленький очень и вот влево уводим видите начинает цвет вишенки туда плыть и появляется тень все в брызгах да такой был план все нормально и так голубую тень начинаю подхожу к вишенке и тень в себя берет цвет вишенки туда видите начинает красиво так растекаться и так проделываю со всеми сбоку начинаю голубой подошла об все потекла туда и И немножко хочу зеленого, зеленый с водичкой развела, светленький, где-то подобавлять хочу зеленый, прям в сырое пятно, такие мазочки. Тоже у нас тень вся цветная, да? И кружка вся цветная, и тень тоже такая вся цветная. Если с тенью перетемнили, можно ее промокнуть салфеткой, либо размыть водичкой. Так, ну и осталась у нас самая последняя часть работы. Сделаем черенки и будем смотреть, стоит ли где-то что-то доработать. Я беру желто-зеленый, который у нас такой веселенький, и заполняю череночки. 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 у меня так как там была капиллярная ручка у меня черный смешивается зеленым и дает затемнение если у вас этого не получается таких вот переливов то можно взять темно-зеленый и вот где-то добавить в это светло-зеленое пятно где-то добавить темно-зеленый чтобы получился в черенке перелив начала потемнее окончания светлее также темно-зеленым смотрим может быть где-то можно еще между черешенками залезть если например сливают сюда темно-зеленый когда смешивается с бордовым получается цвет коричневый зеленый с красным нам дают коричневый смотрю в черешнике где как что растеклось надо ли где-то что-то добавить например тут мне к это дырка образовалась и заполню подчищаю вот это какая-то у меня пледная вишня хочу сделать поярче много было воды и еще мне как-то не хватает вот тут вот брызг аня говорит у нее все в брызгах я немножко завидую и хочу тоже добавить брызг вот сюда ну вот и вы тоже смотрите на свою работу вот сейчас на переднем плане у меня почему-то совсем брызг нету не не дело добавляем и бордовым цветом вот здесь еще хочу толщину кружки подчеркнуть все на этом меня моя работа устраивает будем заканчивать как обычно работу сейчас я выложу выложу можно будет посмотреть что-то доделать давайте чтобы у нас эта техника не не забылась вы постарайтесь попробовать порисовать еще в этой технике какие-нибудь фрукты что дома есть кого-то может быть яблоко у кого-то банан что угодно прямо композицию из нескольких фруктов можно составить и попробовать тоже так похулиганить чтобы одно другое перетекало чтобы были брызги главное в этой технике заранее на палитре намешать все необходимые цвета да вот они у нас подготовлены чтобы потом в процессе работы на смешивание цветов нет клик не отвлекаться потому что техника по сырому требует того чтобы нам быстро быстро все делать на этом все спасибо что сегодня рисовали со мной и всем пока